За старые чужие грехи отвечать вынужден новичок. Претензии за недостатки вице-мэр предъявляет новому техническому директору Горводоканала. Еще в марте муниципалитет потребовал от организации восстановить дороги после аварийных работ. Таких точек было несколько сотен. На Захарова свежая заплатка уже просела. Как гарантийный случай, у нас подрядчик, который работал, мы предъявляем сейчас штрафные санкции и будем выставляться. В любом случае это все понятно, что вы предъявляете. На сегодняшний момент ездить водителям не совсем удобно по таким дефектам. Поэтому в любом случае надо это брать на особый контроль и в ближайшее время восстанавливать. Михаил Бычков поясняет, компания пытается перестроить работу. Меняется не только руководство, но и подрядчики. Включен договор с экспертной организацией, которая на каждое наше разрытие и восстановление. То есть приезжает, производит замеры, берет керны и смотрит на плотность асфальта. Как у нас появляется заключение, что это в соответствии нормам, ВОСТам, только после этого происходит оплата. Но мы к этому давно вас призывали, поэтому я считаю, что это правильное решение было с вашей стороны. Злополучные колодцы на Захарова. На них автовладельцы жалуются во все инстанции. Люки тоже попались на глаза членам комиссии. Оказалось, рабочие горводоканала после ремонта сами пытались заасфальтировать участок. Получилось плохо. Организовали две бригады, которые занимаются чисто по просадкам, по колодцам. Это мы устраним. Это сейчас человек новый. Я хочу вам просто напомнить, даже не напомнить, а сказать, что мы об этом говорим уже с самого начала сезона строительного, будем так говорить, с апреля месяца. О том, что начните работу с центра. С центра и с проспекта. Вот это место, оно вот здесь уже, наверное, я думаю, месяца два точно в таком состоянии находится. Рейд организован по местам вскрышных работ, где сроки истекают или уже прошли. У дома на Космодемьянской меняют участок теплотрассы. График нарушен. К сожалению, объем работы немножко увеличился по тому, как планировали. Раскопали, увидели, что объем трубы находится в ужасном состоянии. Решили, что надо заменить побольше. Сергей Александрович, я вижу, какой объем работы вы делаете в этом сезоне, сколько вы копаете. Это не только вы копаете много, все копают у нас ресурсы. Но при всем при этом никто вам не говорит, чтобы вот такое безобразие у нас оставалось. Тепловики обязуются заасфальтировать дорогу, привести в порядок территорию. За последние две недели в городе составили более 50 протоколов на всех ресурсников за срывы сроков. А это огромные суммы штрафов для организаций. Десятки миллионов. Муниципалитет занял жесткую позицию. Не успели срок, значит, сразу его наказали. То есть не давать никакое им там буферное время. Сейчас в Пензе на контроле порядка 500 объектов. С начала года было более двух тысяч.